Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 30 января, на большинстве рынков начинается коррекция, ну и мы сейчас об этом тоже поговорим. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели в четверг и в пятницу на прошлой неделе. Это отметка 1.2368, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нас переводит в фазу коррекции, завершенной которой уже позволит присоединиться по данной паре на покупку в сторону основного тренда. Но пока, если говорить о покупках, то здесь нужно от них воздержаться. Работая контртрендово, также нужно учитывать риски того, что торговля против тренда всегда более рискованная, чем по тренду. Точно такая же картина с пары. Британский фунт и американский доллар закрепились вчера ниже отметкой 1.4092, минимальное значение четверга и пятницы прошлой недели. И в рамках часового таймфрейма также коррекция началась. Ближайшие цели по снижению области 1.40-1.38. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если увидим закрепление выше максимальных значений. Вчерашняя торговая сессия – это отметка 1.4157, пока разворотный уровень находится на данном значении. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня торгуются выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2360. Также пара пытается перейти в фазу коррекции. Собственно, сейчас на текущей свече это мы и видим. Если свеча закроется выше зеленой линии, то уже вероятность коррекции будет более высока с целями движения на 1.24 и с вероятным повышением на 1.2669. Возврат к продажам, а значит продолжение нисходящего тренда по данной паре будем рассматривать в том случае, если канадец сможет закрепиться ниже отметки 1.2310, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент продолжают свое нисходящее движение, пока начало коррекции здесь мы не получили, не получили подтверждения. Здесь все внимание должно быть уделено зеленому уровню и максимальному значению, которое было зафиксировано вчера на отметке 1.0919. Если пара американский доллар и японская иена сможет закрепиться выше этого значения, то тогда уже вероятно начало также коррекционного восходящего движения с целями на 1.162. Цели по нисходящему движению это обновление минимальных значений пятницы и понедельника, область 1.1844, ну и далее уже движение на 1.1735. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра торгуются ниже минимальных значений, которые увидели вчера на отметке 1.8073, что в рамках часового таймфрейма у нас также переводит в фазу коррекции. Цели по данному снижению это движение в область 1.804, далее на 1.7954. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы увидели вчера на отметке 1.8117. Пара евро-фунт продолжает свое восходящее движение, которое началось уже вчера. Следующие цели это движение на отметку 1.8840 и далее на 1.8925. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.8766, тогда в этом случае уже продолжение падения евро против британского фунта будет более вероятно. Золото также продолжает свое нисходящее движение. Вчера смогли закрепиться ниже минимальных значений четверга и пятницы. Что в свою очередь нас также переводит в фазу коррекции по данному активу с целями снижения сначала на отметку 1.327 долларов за тройскую унцию, далее вероятно уже движение на 1.320. Ну а то, что для нас более важно, это те уровни, за которыми будем следить для поиска той ситуации, когда завершается коррекция. На текущий момент этот уровень находится в отметке 1.352 доллара за тройскую унцию, максимум, который был зафиксирован вчера. Нефть марки Brent также продолжает свое снижение. Сегодня уже торгуемся вблизи отметки 68.85. Вероятно, снижение также может произойти до отметки 67. Ближайший разворотный уровень для возобновления покупок по данному активу находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 70.65. По индексу DAX вчера мы получили ложный пробой, пытались закрепиться выше максимум, которые были зафиксированы в пятницу, но к концу торговой сессии мы вернулись практически к минимальным значениям четверга и пятницы, а сегодня с утра пробили данный уровень, что пока отменяет попытки восстановления по индексу DAX, и вновь мы переходим в фазу коррекции. Следующие цели – это движение на отметку 13.145 и далее уже на 13.000. Ближайший разворотный уровень для возобновления покупок по данному активу находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 13.410. По биткоину коррекция продолжается. Вчера закрепились ниже минимумов, которые мы видели в воскресенье, сегодня с утра доходили уже до отметки 10.800 долларов за один биткоин. Коррекция сохраняется, если говорить о покупках, то только после обновления максимальной значения, которую мы видели вчера, на отметке 11.650. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усяков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы получать уведомления о добавлении новых видео. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.